Здравствуйте! Это еженедельный налоговый обзор и в ближайшее время коротко о главных темах первой недели весны. Сроки представления финансовой отчетности по МСФО и связанной с ней налоговой отчетности перенесены на более поздний срок, но не ранее 15 мая этого года. С 1 марта инвалиды с детства и лица с инвалидностью 1 и 2 групп освобождаются от налога на доходы физических лиц частично, то есть по доходам в размере трехкратного минимального размера оплаты труда. Также до 1 марта 2024 года работодателям возвращается из государственного бюджета в полном объеме сумма социального налога, уплаченная ими за таких сотрудников. В социальной сети поступил вопрос, есть ли льгота для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида. В этом случае в соответствии с налоговым кодексом один из родителей освобождается от НДФЛ частично по доходам, составляющим 1,41 минимального размера оплаты труда. Как физические лица могут узнать о наличии задолженности по налогам на имущество и землю? Сделать это можно в персональном кабинете налогоплательщика или в электронных платежных системах, либо обратиться непосредственно в налоговые органы. Кроме того, каждый год до 1 марта граждан уведомляют о необходимости уплатить эти налоги. Напоминаем, что оплата производится равными долями до 15 апреля и 15 октября. Облагаются ли НДС услуги адвокатского бюро? Специалисты Государственного налогового комитета подготовили разъяснение. С 1 января этого года некоммерческие организации, в том числе бюджетные, переходят на уплату НДС в случае, если реализуют товары или услуги, либо ведут предпринимательскую деятельность. В этой связи адвокатские бюро, как некоммерческие организации, которые оказывают услуги, переходят на уплату НДС. При этом, согласно налоговому кодексу, в части деятельности, связанной с оказанием адвокатами юридической помощи, они освобождены от уплаты налогов. Более подробно в материале на официальных ресурсах. Если в отношении торговой точки в разделе «Налоговый партнер» мобильного приложения «Солык» поступила жалоба о невыдаче чека, каким будет порядок проведения проверки? Специалисты поясняют, что выездная налоговая проверка проводится в соответствии с программой, утвержденной соответствующим приказом. В ней и обозначен список вопросов, подлежащих изучению налоговыми органами. Более подробно в публикации на официальном сайте и каналах в соцсетях. Напоминаем, что 12 и 13 марта в Центре обработки данных Государственного налогового комитета будут осуществляться профилактические работы. Не забываем, что на следующей неделе в календаре налогоплательщика две важные даты – 7 и 10 марта. На сегодня все. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова